Туда миллиарды вбухивают в ракеты, а рядом мы, как будто у нас тут и нету никого. Туда все эти президенты летают, правительственники, чиновники, вояки, оборонщики. Деньги там хорошие вбухивают, а у нас, зачем у нас-то? Скоро все туда переместимся. В дизейском материале перенесемося до обводу архангельского, который лежит на półноце Роси. Есть важный росызский обвід, который в часе II wojны святовой służyл jako port для альянских конвоюв ПК в рамах Ленд-Лиз, за ним зорганизовано шлаг через Iran. Оbecне обвід архангельский слойне с космодромом Плесецк, который является главным космодромом Федерации Росейской, уможливяющим старты на орбиты околобегуновые. Поважна справа. Деньги там хорошие. Пренесемося о нецелые сто километрів от космодрому до виозек Сеза и Ушма. Виозек, которые когда-то займывалися позыскиванем древна, и которые, никому уже не потребны, доживали свои дни. Гловным бохатером tego материала будет бедна и вымечена Колеи Вонскотрова, которая три раза в тыг�е курусует между тими висками, которым coraz ближе до мара «Единя» – пунктах на мапе. Для локальных mieszкаńców есть это единственное отношение со свиатом вещественным. Есть это их дорога жизни. В обводе архангельском от половины 40-х działa Lipаковская Кольево-Скотерова. Не есть она в жаден способ пообщена с Рештой Крайовой Сети Кольевой и стала створена специально на потребность экспорта древна. Обычно Кольево-Скотерова есть единственным способом для мешкацов Лужмы и Сьезы, чтобы достоять себя до... эхм... ...макерзы. Низбедных części для Кольево-Скотеровой уже не продукция, а шины не są направлены. Не ма ту ни почты, ни склепов. Кидај Липаково было главной базой Красновского Леспромхозу, лешного господарства премислового. Мякстость людей жила с позискивания и притворения древна. Дише остали тут только эмерици, которые живы за скромных эмеритур. Хочу зазначить, что материал походит с 2020, когда то главным тематом дня не была шпецоперация, а пандемия. Что, конечно, не ест жадным проблемом, потому что этот материал в уголе не стратиј на актуалности. Единая разница есть такая, что замист Скабијевой в телевизорце, оповидајј о лисбе przypadков, есть obecне Скабијева оповидајјца о спецоперации, чи там конфликте с целым НАТО. В залешности от методек, какие тего дня вычањнам. Обейрјјми разом тен документ, вставијј кілька своих коментарев о тим и овым. Обейрјми разом текуњнам. 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 Дальше два лесопункта, Луж, Массеза. Это участки были. В основном жили за счет леса. Заготовка и работка леса. На сегодняшний день только есть пассажирские. Один тепловоз и вагон. Практически лес не возится по железной дороге. Вот эти тепловозы все остались от советов времен. Сейчас запчастей-то не найдешь уже. Осталось буквально там несколько десятков лет, и все остановится полностью. Ну давай. Ну давай. Мань, мань. Иди давай. Мань, мань, мань. Мань, мань, мань. Ну давай, иди. Загуляй. Деревня. Без дров. Ни туда, ни сюда. До 1991 года, пока была, как сказать, статалистическая система, зарплата была приличная. В лесопроходе средняя примерно, значит, от 220 до 300 рублей средняя зарплата на человека. To была bardzo wysoka плaca. Шреднюю в ЗСР люди отримывали от 115 до 145 рублей на месяц. Буханка хлеба 18 копеек стоила. Ну а в 1991 году курс сменили, пошли, значит, стали предприятия обанкарачивать. Леспранкозы один за одним перестали существовать. Людей разогнали на биржу, кто на пенсию ушел. Ну а здесь вот остались, ну старики, вот живут, куда им? Ноги уже худые. Ну как сказать, старость есть старость. Так вот так недалеко сбродишь, вот на рыбалку, там за грибами, за ягодами сходишь. Вот так и доживаем век. Нынешнее состояние, значит, не наживешь даже нормальным. Практически никто железную дорогу не обслуживает. Так, где-то что отвалится, прикрутил, заболтил, еще дальше поехал. Держится еще то, которое осталось и от советских времен. Сколько она еще продерживается? Может, год, может, пять. Вот этот еще. Раньше говорили, самая выгодная дорога железная. Самая выгодная дорога, а сейчас она вообще забыта у сколейки. Вот две сколейки в Северодвинске, одна и у нас. А у нас сейчас ремонтироваться нечем, из говна конфетку не сделаешь. Так, поговорка нашего. А мы уже колеса не знаем еще делать. Все уже, последний редуктор поставили с колесами, двигатель можно с машины снять. А резины-то колеса на тепло не поставишь, ни колодок, ничего запасных нет. Я не знаю, если у сколейки где-то работает, значит, должно где-то производство быть. Почему у нас ни запчастей не можем найти? Администрация приезжала, Плесецкая, задала вопрос. Все, денег нет, нигде ничего нет, денег. Я не знаю, мы такие нищие. Администрация приезжала. Дома, лес требовался. Вот и открывали эти такие поселки, лесопромхозы на Севере здесь у нас. Тут еще до 90-х, начало лета работали люди, все заготовки были в лесу, а потом все вообще рухнуло. Все хуже и хуже становится, скажем, можно. Люди уходят из жизни, дома падают, все унылые какие-то ходят. Работы нет. Школа была восьмилетка такая, хорошая школа, в 72-м построена была. Медпункт был, все работало. Магазины, почта. Теперь ничего, нет здесь, все. Типа, как это там у них? Оптимизация началась. Что-то народу так бросили? В плавание свободное, как говорят. Вот и плывем. Качаемся в ложечке вот. Рельсы-то все на земле лежат. Не на шпалах, а уже на земле. Шпалы-то все гнили. Одна труха осталась. С рельсом ходил сколько раз бывало в таком же. Как-то мужики аккуратно, аккуратно, аккуратно и поставят опять на вагон на место. И поехали дальше. Стало нерентабельно. Дорогу стали снимать. Рельсы стали продавать. За счет этого, что тут жили. А мы вот и сейчас за счет этого еще живем. Кто его знает. Сколько было людей и соседей. Как весело жить было. Шумно, но зато весело. Дом ходил ходуном, людей. Теперь никого нет. И живу одна в 12-ти квартирном доме. Богатая она страна. Она еще и сейчас есть богатство кое-какое. Она еще разбрована. И опять же все на круги своя возвращается. Опять же помещики, опять же капиталисты. И власть теперь капиталист. Раньше каждый день ходил пассажирный наш. Каждый день ходил. А теперь что он вот? Тот раз поломался, он не пошел. Он не пошел и все, и люди сидят. Мы сидим как в тюрьме. Ничего нигде нету. Ни почты нету. Ничего нигде нету. Не знаю. Никому мы не нужны. Никому не нужны. Прислали бы автоматчикову, я говорю. Да расстреляли бы людей. Да не мучили бы они их тут. Мы брошены на произвол судьбы. Особенно сельская местность. В городах еще там маленько что-то шевелится. Как сказать, там ближе правительство само существует. А село заброшено. Просто умирает и не восстановите уже больше его. Потому что упустили момент. Молодежь не осталась в поселках. Работы нет. Стараются уехать где-то хоть на кусок хлеба заработать. В этих поселках рабочих остались одни пенсионеры, которые на пенсию там 10, 15, 17 тысяч дошивают свой век. В 2023 году минимальная эмеритура, на которую срегуны люди в таких местах, выносили 12 363 рубля. 570 зл. Да вообще вся провинция брошена. В Плесецком районе он был самый промышленный район. Раньше было несколько заводов в Савинске. Птицефабрика была, животноотческих комплексов сколько было, ферм было сколько, совхозов. А сейчас же ничего в районе нет. Фермы вообще все в районе закрыты. Район вообще опустошен. Нет, в районе ничего нету почти. Там все здесь промхоз гремел, с Москвы телеграммы поздравительные шли. А что здесь промхоз? Обидно то, что нашим детям негде работать. Предприятия закрылись, и дети-то остались без работы. Хорошо, сын уехал в город, там у него есть работа. А дочь в Плесецк переехала, она сидит без работы. Вот два года назад сократили, все, сидит без работы. А если бы здесь не закрылось предприятие, может, они и не уехали бы отсюда. Здесь бы работали. Сейчас здесь ничего нету, никакого производства. В 90-е годах было очень много. Все хозяйства заводили. В те годы было трудновато в жизни, и все сразу завели хозяйство. Почти в каждом дворе была какая-нибудь живность. Такая у нас политика пошла, люди в основном перестали держать скотину. Ну, трудно стало. Ни коров, ни коз, ни этого. Все. Умерло у людей в сознании, что надо заниматься сельским хозяйством. В ближайшие десятки лет ничего не восстановится. Три козы у нас есть, значит, вот так. Ну, и тоже мысль такой, что надо заканчивать. И вроде бы и жалко, а уже старость подходит. Животные держать это надо постоянно. Утром можешь, не можешь, болеешь, не болеешь, встаешь и идешь к ним. Кормить надо, ухаживать надо. Может, потому и держимся как-то. На плаву как бы не раскисаем. Куда ты там движешься? Ну, вот. Сливаю, сразу закрываю, уже мусор не попадает. Тут кругом сено, так может нападать. С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз». Уже через 9 минут она вышла на орбиту, доставив в космос аппарат связи «Меридиан-М». Какая-то у нас есть такая гордость, что у нас вот рядом, у нас рядом космодром Плесецк. Если погода позволяет, то иногда видно немножко след, как двигается точечка и сзади шлейф дыма. Ах, та Россия. Тут полон древнем в пицу, бо ниг до виски не подключил газу, а дословно обок, в олегłości 96 километров, новочесные ракеты летают в космос. Президенты летают в правительственные, в чиновники, в вояки, в оборонщики. Деньги там хорошие в бухте. А у нас? Зачем у нас-то? Скоро все туда переместимся. А больше чего тут? Мне так, я не знаю, никакого просвета не видят дальше. А больше чего нет. Сюда уже никто не едет. Переправа плохая, услуги нет путем, и вот они едут. Постались так, на самовыживание. Я не думала, что так будут жить. В Европе, говорят, доживет до пенсии, пенсионер катается туристом, и здесь все есть. Приезжал молодой парень с девчонкой. Как вы в такой нищете живете? Мы привыкли, мы втянулись. Может, в Плесецк надо возить почаще туристов, чтобы нашему государству, правительству стыдно стало, как и живем. Я не знаю, как говорится в кинокомедии, космические корабли бороздят, а мы вот так и живем, как можем, выживаем. Военная пиратка по всему фронту проходит. В теперешнее время, наоборот, там орут по ящику, что там, о, у нас все хорошо, медицина поднимается. Здесь, наоборот, все глушится. Чем сложнее народу, тем наоборот лучше. Дениска, я не знаю. Как вот там они сидят? Все у них хорошо. Все налаживаются, деньги вбухиваются. Дениска, я не знаю. Дениска, я не знаю. Депутатов, никого. И так не мяло бы, как голосовать. А и без пана, Путин выгра в цуглах. У нас горит кругом. Нигде никого нету. Я выйду второй раз, нигде никого нету. Да еще когда фурга, метель, дороги все занесет. Дорог нету. В общем, списанные мы. Живешь, ноги таскают, таскают. Сдохнешь. Вот, похоронен. Видел эти кадры в Ленинграде, как гробики тащат на саночках? Вот так и у нас тут. Хоронят. Саночки и попер на кладбище. Два километра надо тащить. По снежищу. Все хорошо, если мужики едут, красчистим. А еще меньше, меньше, меньше. Занимать, как он, в бой ушли. Вот здесь нет медработников в поселке. Приезжают к нам медработники. Сезы подслуживают в поселке. А девочка, которая закончила мединститут, она сюда не поехала. Потому что здесь, вот здесь что для молодежи, ничего. Пошли гулять, девочки. Иди тебе. О, подраться. Ну, вот прогулка, да, ко мне резвятся. Жизнь наша прошла хорошо и счастливо здесь в поселках. Ну, а сейчас у нас уже возраст такой, что мы доживаем так спокойно. Пенсию дают. Телевизоры работают. Сейчас вот идет вирус этот. Так обязательно новости смотрим. Сколько людей вылечили и уже изобрели нету вакцину, чтобы людей, чтобы уже не умирали, чтобы люди так... Выдушная изоляция в конечном итоге является гарантией скорого, скорой выписки. Не волнуем. Грипповирус 3,4. Видите, практически все остальные. Коронавирус. Это статистика еще по заражаемости. Ее тоже мы можем посмотреть. И она тоже нас в принципе успокаивает. С одной стороны, ничего страшного. С другой стороны, 80 миллионов человек. В России живет, и все гадит. Все ему плохо. Все у нас не так. Я думаю, мы имеем дело уже с новой реальностью, которую необходимо осознать. Виоска вымера. Але 60 минут с капибарзыцем muszą быть. З тылу, за богатером материалу, есть власно-рэчне сделана картка от внучки. Для бабуни с окази 90 лет. Путин на доме как персиатки, чтобы не засидывали. Не выражали. И Сталин помог бы. В этом деле, да. Он молодец в этом деле был. Власть не zobaczyлище фразе «Сталинабенаних», использованную в практике. Повторяется часто и гэсто от соединения 30 лет. Я с 1983 года не пью. Почетный донор Архангельской области. Вот обсуждение новой конституции, да. Я что-то так внимательно слушаю. Я ведь не слушаю радио «Свободы» или какие-то заграничные радио. Я слушаю наши, которые доступны. Сегодня-то у нас получается простые-то люди от законопослушные, налогоплательщики, пенсионеры. Бесправные, получается. У нас лучше было быть бандитом. Как в 90-х повелось, что, я не знаю, для власти мужчины. Я с 17 лет, как говорится, на государство работаю больше 30 лет стажев. А у меня 10 500 пенсий. Это тоже как-то не по-человечески. И на раз подзадаривают, как не брошенными. Живем, если по неделе свету нет, связи нет, да как, считаем себя уже брошенными. А как опять свет горит, связь есть, слава богу. На блоке все ведь. Опоры падают, и вот и все. И провода рвутся. Сидим без свету. Пенсия тоже не заработана. И хоть и на двух работах крутилась, вот как вот. И почту носила, и начальника подменяла. А пошла по какому-то, какое-то время, коэффициент был низкий. Все. Пенсия маленькая. Я не думала, что вот теперь надо в такое время и всю пенсию унести в магазин. И за душой копейка не остается. Они ему хорошо будут. Видите, они тут как? Не будут. Летом спасаются вот эти маленькие у нас пионерки, дрезины. Можно продукты привезти туда. Ну а что дальше будет там, как сказать, надежды особо нет. В советское время еще маленько себя чувствовали, людьми. Вот было сейчас мы, наверное, балласт у государства. Вот если бы вымерли буквально эти три поселка, никто бы не схватился. Co правда, то правда. И не дотячит только вио сек того типу, но и также миаст единобранжовых. Капитализм сурово зверифицировал социалистичные инвестиции. Такая политика государства, наверное. Конечно, не думали, что так придется доживать, что тут уже людей очень мало осталось и все позакрывалось. Как будто здесь не люди живут, им ничего не нужно, все брошено. Как раньше, вон, смотришь по истории, из деревни посылали все в город, чтобы города выжили. Вот когда вот гражданского и надо все. Деревни снабжали города. А сейчас какая деревня снабдит город? В деревнях нет ничего. Наш вот губернатор приедет в мирный, конечно, мирный, там все, дорожкой, приехал на машинке, комфортно. Поговорил там, школу какую-то открылся, чего-то еще где-то с купе ездил и смотал. Я говорю, да ты поглуби сюда же едь, паренек. Поразговаривай с народистом, тут народист куда-то еще, ой-ой-ой, по деревням посидит. Видишь, я иду с водой. Ты-то поразняком, я круженый. Вот так. Так-то интересно, мне так лично нравится. Ну, я приеду, я каждый кул знает. Порыбачим, ягоды собираем с летом в середину до конца 85. Даем, немножко хоть там прибавка бывает. там пенсии-то горит. Так вроде говорили, что будут переселять, а не знаю, что будет, вот дома все пустые. По правде сказать, и дрова вот эти уже надоели, и все на свете. Да уже и сила не берет. Пока была сила, надо было отсюда выезжать, конечно, надо было выезжать. Устала стоять здесь, почему? А как бы сказать? Одно, что вот на кладбище нехорошо вспоминать, а усопших полно, своих надо прибрать. А во-вторых, я уже здесь привыкла. Как бы считаем, мало родины. Моя родина-то, вот и медпункт. Я 30 метров от дома живу. Вроде говорят, что разобрать на трава, вроде жалко, что он мешает, что он весь покосился. А кто его знает, что дальше будет? Мы просто выросли, родились, выросли, живем здесь. И как? Что теперь? Жалко, не жалко? Тяжело, не тяжело? Кому-то надо жить. Такие то właśnie меланхолины, достаточно смутный материал. Не есть это материал критикующий влады, что та не занимает себя какими-то никому не потребными вязками. Правдоподобно есть лучшие и выгодные места для позискивания деревна, в которых не есть так сурого климата через pół года. Но одновременно материал ясно demonstрует, что государство российское не имеет никаких скрупов, чтобы zwyчайно порвить жалко жалко самих себе. Эмерит, который тяжело прожил в заводе 30-40 лет, есть obecне никому не потребный. Возвращаясь, невелкую эмеритурę, которая ледво выстарча на претрвание, więc przepровадзка есть выключена. Так себе живут и докасают сыновья и цурки народу росыського. В запомнене и без оказания им żadной вдячности за их труд. Смутно и дуэчный, но такие реалии жизни в Роси. Одночше, дословно под окном, нецелые 100 километров далее, находится найважнейший стратегичный объект вост ракетовых. Дума Федерации Российской. Космодром Плесецк. Два zupełnie inne, на свой способ врэч мистичные, сомсиаду со собой святы. Так на сам конец, в суме нестанавямся, чи такие местовости miałyby какую-kolwiek wartoсть ужитковую, если поминемы никому уже непотребный в этой околике лас. Единое, co мне приходит до головы, то какая-то серверовня какой-то большой корпорации информатичной. З таким surовым klimатом через добрый калах року теоретически не треба было бы выдавать кроти на хладение помещений. Вем, что в Финляндии повстало co-найми может когда-то будет мемокраке, будет бороться с коррупцией и инвестиции в то страны будут безопасны и будут иметь сенс в уваге на меньше кошты. Может когда-то. Спасибо и поздравим.